Зовут меня Халина Сергеевна Иваненко. Жили до войны в Нарышкино, на улице Ленинской. Здесь Нарышкино, 20 километров от Орла. Что ты запомнила? В каком возрасте? Когда война началась, мне 10 лет было. И всю войну там прожили. Ты 31-го года рождения, 1931-го. И когда началась война, тебе... Война началась. В конце июля мне 10 лет исполнилось. Вот, про картошку ещё. Вот тошнотики расскажи, что такое было. Ну вот о тошнотике мы, по правде сказать, тошнотики не ходили собирать. Этого не было. Ты вот говорила, что были разные люди, что кто-то и от голода покупал. А тошнотики народ ходил. Где уже убранная картошка, но всё равно полностью многие не подбирали. Там где-то там земля оставалась. Люди ходили на эти огороды, снова перекапывали. И она уже, ну, замерзшая, уже подсохшая, если уже поздно весной уже. И там как крахмал получалось, уже присохший. Вот это называли тошнотики. Из этой мерзлой картошки делали оладьи. И ничем не забривали, ни на сковородке, а даже вот плита железная была. Не железная, а чугунная. Вот плиты эти чугунные, они вот с кружками, не русская печка, а плита, если. То прям люди эту помолят плиту и на неё безусловно накладывают эти топицы и эти оладьи пекут без масла, без ничего. А вот ты говорила, были люди, кто пух от голода. Когда это было и что это были за люди? Ну, это были люди, которые в большие семьи. И я не знаю, на какие они средства вообще существовали. Потому что получалось, что он и не работал, этот Захар Афанасьевич, Захара Афанасьевич его звали. А семья у него была, вот, значит, уже взрослая, это Настя здесь, в Орле, у неё была семья. Это Маруся, Василий, значит, младшие, это Ода, Зина, вот этот, Шурка и Толик. Семь человек. Ого. Ну, правда, эти уже взрослые отошедшие, а эти были, значит, которые, Оля, Зина, Шурка, Толик, эти ещё маленькие. Ну, наши, и вот эти старшие нашего возраста, Анатолий Коша, был маленький. Вот, и у них была, это не мать, а мать, вот эта, чуть-чуть Настя. Она какой-то инвалид, она, чтоб ноги, ну, так, ей косула, косула бы, такие были ноги. Вот, вот, вроде была мачха, мы толком не знаем, что, откуда они, и каким образом у них эта семья такая. Ну, это Настя здесь, вот, где-то, так сказать тебе, где, мы, потому что были, когда приезжали сюда с ребятишками, да, с этими, мама первый раз нас опустила, мы сюда приехали, и опоздали на поезд, и ночевать ходили к ним от вокзала, значит, получилось, что через Авражик мы переходили, и там вот, где, наверное, грузовая, где-то там, в том районе, в общем, где-то они, у них дом был, у этой Настя, у них было, значит, две девочки. Мы были нашего возраста, потом они, вот, учились на курсах, я училась, когда на курсах, значит, машинописи, эти девчата учились, их фамилия была Гуляева. Вот, это, значит, Настя тут жила, дом у них там нормальный, ну, мы, нас они где-то там, в каком-то коридоре, что-то там бросили, какие-то зарепьем, там переночевали, не помню я, толком ничего. А целый день тут болтались, что не есть ничего, нечего, мы семечек купили по стакану, и вот этими сытыми были семечками, они, челканы, эти семечки. Допустим, 10 копеек в стакану, я не помню уже, почем, и зачем мы сюда приезжали, я тоже понятия не имею. Ну, погулять. Просто так, мы выпросились, вот, они все ездят куда-то, где-то бывают, а мы нигде, никогда ничего, нас мама отпустила, мы сюда приезжали. Слушай, а вот это вот большая семья, где никто не работал. Вот, никто не работал, я не знаю, как они жили. Вот как люди пухли от голода, ты рассказывала. Я не знаю. Что вот, все знают выражение, пухнуть от голода, вот ты мне рассказывала, что это значит. Вот, а вдруг Олька пришла, она сам научилась в одном классе, у нее руки опухшие, такие как подушки, она вот это у меня почки. То есть это вот так от голода люди пухнут, что у них распухают части тела. Да. В прямом смысле, то есть. Вот, и так же было в нетрубе, же тогда дуська тоже, вот, как водой налитой становится опухшие. Это от голода с людьми происходило. И у тебя вот так одноклассники так выглядели. Да, да. Вот от голода пухли люди. Я не знала, как это пухнут. Ну, ты их видела. Да, видишь, я видела, а они не признавались, что это от голода, что это у них болезнь. Ну, может, они так сами и думали. Вот, потому что они плохо жили, ну, в смысле. Ну, понятно, что они исправлялись. Мы там кое-что пекли, там, вот, из картошки, фасоли делали. У нас корова была, а у них не было ни коровы, ничего. И давали им, вот, допустим, по куску хлеба. Ну, допустим, суп какой-то и кусок, определенный кусок хлеба. Да, больше взять, если тебе мало, покажется, нельзя было. Выдавали им норму. Ну, понятно, больше не было, нечего дать им было. И поэтому, и я тогда-то не соображала, не знала, что это, скорее всего, от голода на пуху. Вот, и эту Зину однажды они отдавали, когда же люди могли взять. Вот, расскажи, как отдавали детей. Меня просила тоже, с садовой улицы, это... Вот это расскажи, как тебя просила. Как ее, как Сидни, как называли. У них девочка умерла. Ребята были уже взрослые, парни. А девочка нашего возраста умерла у них. И вот она просила, чтобы мама отдала меня, чтобы... Значит, соседка пришла к твоей маме? Да. И просила тебя отдать. Да. Вот она мне отдала. Никаких процедур усыновления не было, отдала, все. Вот, а Зину эту забирали куда-то. Но, видно, не получалось ничего. Или она сама там не захотела жить, уходила. Но она возвращалась назад. Не осталась. Ну, тебя не отдали, к счастью, никуда. Да. Вот. А тут, когда я уже взрослая, я работала на заводе Медведева, то была Варвара Федоровна Сытина. А она, оказывается, была тоже когда-то из своей семьи кому-то отдана. И вот она в той семье выросла. И потом, когда наши пришли, вот она, забирали всех, молодежь, на окопы. И окопы где-то копать угоняли. Ну, она потом вышла замуж, стала Сытина. А была ее фамилия Михайловна, по-моему. Вот. Она была какой-то семьей. Отдана. Ну, я знаю тоже эту семью, потому что ее пленянница, Данилова Борзенкова, девичья фамилия Борзенкова, замужем Данилова Люся, она говорила, что Варя, она ее четко не называла Варей, по имени называла Варя, что была из их семьи, вот, на другой семье. Так она и в той другой семье осталась, и в наследство все, там ее дом. Ну, понятно, усыновили. Да, да. Усыновили они ее, или просто так было взято. Ну, тогда это так по-простому было. Да. Это и вот моя тетка, мама надвоевная сестра, своей сестры этого сына тоже усыновила. Ну, они официально усыновили ему и имя, то есть и отчество Дарья, этого Сергея Михайловича и фамилию. Все очень просто делалось. Захотел и отдал, захотел, забрал и отдал. Ну, хорошо, что тебя не отдали. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok